Приветствую вас, дорогие телезрители, братья и сестры! Вот давайте сейчас мы себе воображение представим две тысячи лет, две тысячи лет назад, и какое дивное чувство должно наполнять нас. «Всего несколько дней, как мир стал иным. Мир, который тысячелетиями был, как потерянная овца, стал теперь, как овца обретенная, поднятая на плечи Сыном Божьим, ставшим Сыном Человеческим». Непроходимая бездна, которую грех разверз между Богом и человеком, теперь хотя бы зачаточно преодолена. Бог вошел в историю. Сам Бог стал человеком. Бог облегся в плоть, и все видимое, то, что по нашей слепоте, в духовной слепоте представляется нам мертвой инертной материи, может узнать себя прославленным в его собственном теле. Случилось нечто небывалое, и мир уже не тот, что прежде. Но в воплощении есть и другая сторона. Бог стал человеком, и Бог во Христе говорил слова решающей правды. Такой правды, которая, как дрожжи, брошенные в тесто, постепенно изменили мир. Бог открыл нам величие человека. Христос, вочеловечившись, был доказательством, остается и навсегда останется доказательством, что человек так велик, так глубок, так таинственно глубок, что он может не только вместить в себя божественное присутствие, как храм, но может соединиться с Богом, стать причастником божественной природы, как говорит апостол Павел в своем послании. И человек настолько велик, что как бы далеко мы не отпали от нашего призвания, как бы недостойны его мы ни были, Бог никогда не установит с нами таких отношений, которые были бы меньше, чем его отцовство и наше родство с ним, как сыновей и дочерей Всевышнего. Помните, блудный сын просил отца, просил, чтобы тот принял его в наемники, поскольку он не достоин называться сыном. Но отец не пошел на это. Когда сын начал свою исповедь, отец остановил его прежде, чем он мог произнести эти слова. Почему? Потому что Бог не соглашается на наше унижение. Мы не рабы и не наемники. Не сказал ли Христос своим ученикам, я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает волю Господина. Я же сказал вам все. И еще. Во Христе нам открыто и им провозглашено, что каждый отдельный человек есть предельная высшая ценность, что он живет и умирает за каждого из нас, что важны не просто коллективы, а каждый из нас. Каждый из нас, говорится в книге Откровения, имеет у Бога имя. И это имя будет открыто нам в конце времен. «Но его никто не знает, кроме Бога и получающего его, потому что имя это – наше отношение с Богом, единственное и неповторимое. А потому каждый из нас для него, для Бога – единственный. Вот вдумаемся, какое же это диво! Древний мир знал народы и расы, он знал рабов и господ, он знал категории людей, так же, как и современный мир, который постепенно не только обмерщается, но возвращается в язычество, различает людей по категориям, типам и группам. И один только Бог знает живые личности, знает мужчин и женщин. Христос также принес, или, вернее сказать, провозгласил новую справедливость, новую правду. не распределяющую или карающую справедливость закона, но правду иного рода. Когда Христос говорит нам, пусть правда ваша будет больше правды книжников и фарисеев, Он говорит нам о том, как Бог относится к каждому из нас. Он принимает каждого из нас, какие мы есть. Он принимает доброго и злого. Он радуется доброму и умирает из-за злого и ради его спасения. И Бог призывает нас помнить это и призывает нас такими быть не только в нашей христианской среде, но и среди всего окружающего мира. Относиться к каждому человеку с такой справедливостью, не судящий и осуждающий, а видящий в каждом человеке всю красоту, которой Бог наделил его и которую мы называем образом Божьим в человеке. А потому преклоняться перед этой красотой, помогать этой красоте воссиять во всей ее славе, рассеивая все земное и темное и признавая ее в каждом, дать путь этой красоте стать реальностью и победить. Он открыл нам также такую любовь, какой прежний мир не знал. А современный мир, так же, как и древний мир, так боится этой любви. Не страсти, а любви, любви, которая согласна быть уязвимой, беспомощной, изливающейся, истощающей себя, щедрой, жертвенной, любви, которая дает без меры, любви, которая дает не только то, что имеет, но саму себя. Вот, что такое Евангелие, вот, что воплощение принесло в мир. И это в мире пребывает. Христос сказал, что свет во тьме светит, и тьма не может объять его, но не может и погасить. И свет этот светит и будет светить, но победит он только, если мы станем его провозвестниками и делателями и делателями заповедей Божьих по правде и о правде и по любви. Если мы примем Божье видение о мире и принесем его всему миру, нашу веру, то есть уверенность, нашу уверенность и надежду, единственную силу, которая может помочь другим начать по-новому, но для того, чтобы начать жить заново, они должны увидеть новизну в нас. Ведь мир зачаточно стал новым через соединение Бога с человеком, когда слово стало плотью. Но мы как и ныне, как и в прежние времена, так и в нашем, должны стать откровением этой новизны, славой и сиянием Божьим. Мир зачаточно стал новым через соединение Бога с человеком, когда слово стало плотью. Но мы теперь должны стать откровением этой новизны, славой и сиянием Божьими во тьме и сумерках этого мира. И что хочется пожелать в эти святые рождественские дни? Да даст нам Господь смелость и любовь и великодушие быть Его провозвестниками и свидетелями. И тогда будет Его благословение на каждом из нас. с праздником, с наступившим Рождеством Христовым! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова